А 21 и 22 июня, как известно, волгоградцев ждут дни летнего солнцестояния, после которых световой день пойдет на убыль. Самые долгие дни в этом году – это 20, 21 и 22 июня. Все три дня на улицах будет светло на протяжении 16 часов и 10 минут. Солнце движется по эклиптике, проходит точку летнего солнцестояния, наивысшую точку своего пути по небу, поднимается выше всего над горизонтом, день самый длинный, в Волгограде продолжается 16 часов и 10 минут. Начнется такое событие по московскому времени в 6 часов 32 минуты. Не начнется, а именно произойдет вот этот солнцеворот, как раньше называли его в народе. Праздновали этот день весело с разными магическими обрядами. Тогда люди верили, что этот период лучший для загадывания желаний, потому что энергия светила максимально, любая магия становилась эффективнее. В солнечные дни самый подходящий период продумать планы, настроиться на лучшее. Связывали это с праздником солнца, потому что солнце в небе высоко, солнце вообще в старину люди обожествляли, называли главным божеством мира. И в честь солнца устраивали праздники. Называли день Ярила, это народное название солнца, бога солнца в славянской мифологии. Считали, что ночь перед солнцеворотом особенная, расцветает папоротник, растения разговаривают друг с другом, деревья перемещаются с одного места на другое, реки светятся волшебным светом. Были и особые приметы на день солнцестояния. Если умыться утренней росой в этот день, омолодишься. Если день пасмурный, с дождем, урожай будет скудным. Если 21 июня родился ребенок, значит, будет он здоровым и удачливым. Если парень девушку облил водой, значит, быть свадьбе. И, видимо, не случайно после дня солнцестояния следовали самые поздние закаты. 24, 25 и 26 июня в 21.51. А вот серые ночи продлятся в Волгограде до 27 июня. Татьяна Крючкова, Вадим Шабанов, телеканал Волгоград-1.